Перезапуск Франции. Так Париж назвал свой план преодоления последствий пандемии, который он представил Брюсселю. Франция считает, что всего ей потребуется на это 100 миллиардов евро. Она рассчитывает на европейскую помощь в размере 40 миллиардов 900 миллионов евро из так называемого фонда восстановления и устойчивости. Для получения доступа к этим деньгам страны-члены ЕС должны направить 37% из них на борьбу с изменением климата и 20% на внедрение цифровых технологий. Чтобы убедить Европейскую комиссию, Франция пошла дальше этого, обещав потратить примерно половину этих средств на охрану окружающей среды и 25% на дигитализацию. Сотрудник Брюссельского института Брегель Григорий Клейс узнал, что Франция намерена сосредоточить свои усилия на развитии возобновляемых источников энергии и зелёного транспорта. В Париже, например, много внимания уделяется железным дорогам, тогда как в Германии больше говорят об электромобилях, которые больше соответствуют немецкой промышленности. «Мы знаем, как важен для Франции железнодорожный транспорт, в частности, сверхскоростные поезда ТЖВ, поэтому она и настаивает на этом». Франция также отличается от своих соседей тем, что её правительство включило в свою стратегию задачи социального сплочения и профессиональной подготовки. «Это действительно французская специфика. Я не видел в других планах такого упора на обучение. И это кажется мне полезным, потому что если мы хотим реализовать зелёный и цифровой переход, многим людям придётся сменить работу и получить новую квалификацию. Особенно это касается зелёного перехода». Восстановление после пандемии должно сопровождаться структурными реформами. Однако этот новый курс не означает отмены прошлого. Французское правительство сохранит свои основные обязательства, например, по улучшению системы страхования от безработицы, которая была приостановлена из-за COVID-19. Обнародование этого плана происходит за год до президентских выборов во Франции. Сотрудник Брюссельского института Брегель Грегори Клейс называет этот документ также дорожной картой для смены главы государства. «Это план по разъяснению гражданам достижений внешней политики, чтобы показать, что Франция сумела многое изменить на европейском уровне. Мы знаем, что это было одним из основных элементов программы Эммануэля Макрона во время последних президентских выборов. Безусловно, это будет одним из элементов, которые он захочет использовать на следующих президентских выборах». Но Макрон не успеет извлечь политическую выгоду из Европейского фонда восстановления. Первые выплаты из него начнутся в ближайшие месяцы, а основное финансирование развернется в 2023 году.